Адресная доставка лекарств, автомобилестроений и даже создание тонких, но надежных электрических проводов. Все это отрасли, где использование углеродных нанотрубок открывает новые возможности. Однако, до недавнего времени существовала большая проблема – высокая коммерческая стоимость продукта. О том, как ученые из Казанского университета смогли снизить этот показатель – наш сюжет. Прочность, изгиб, легкость, электропроводимость – все это про углеродные нанотрубки, которые по праву можно назвать материалом будущего. Всего 0,1% нанотрубок, добавленных в другой материал, позволит существенно изменить свойства последнего. Впервые эта новая аллотропная форма углеродных соединений была открыта в 1991 году. Глобально принято делить все нанотрубки на одностенные и многостенные. По своей структуре одностенные напоминают лист бумаги, свернутый в трубочку, а многостенные похожи на несколько таких листов, вложенных друг в друга. При этом между собой стенки химически не связаны. Наибольший интерес для исследования представляют собой одностенные углеродные трубки. Область нашей работы касается одностенных. И вот теперь внутри одностенных нанотрубок тоже великое множество. И вот поскольку у них атомы соединены немножечко под разным порядком, они на самом деле обладают совершенно разными физическими свойствами. В частности, они обладают разной электрической проводимостью и обладают разными оптическими свойствами. То есть они могут поглощать видимый свет при разной длине волны и обладают различной фотолюминесценцией. То есть, соответственно, они могут испускать свет тоже разной длины волны. Именно электрические свойства одностенных углеродных нанотрубок позволяют дальше делить их на металлические и полупроводниковые. Металлический тип проводимости, почему он так называется, это, в принципе, точно такой же, как вот в металлических проводах. По металлическим проводам электроны текут совершенно свободно, не встречая никакого сопротивления. А полупроводники, на которых вот все транзисторы основаны, они обладают так называемой запрещенной зоной. Так вот эти вот нанотрубки углеродные, которые полупроводниковые, они все обладают определенной вот этой запрещенной зоной. Она у всех у них разная. Соответственно, они все обладают разной проводимостью. Но и мы их все равно можем отнести все к одному типу. Это полупроводниковый тип проводимости. Соответственно, оба этих типа могут быть использованы в современных технологических решениях. Правда, в абсолютно разных областях. Если металлический тип в ближайшем будущем может заменить собой алюминий и медь в обычных проводах, то полупроводниковый поможет в медицине. Например, способность к фотоалюминесценции позволит применить их для терраностики, ранней диагностики заболеваний и адресной доставки лекарств. Так почему же такой универсальный материал, как углеродные нанотрубки, пока не сыскал достаточной популярности? Ведь его по праву можно назвать философским камнем 21 века. Все дело в банальной экономике. До недавнего времени стоимость производства углеродных нанотрубок была слишком высокой. Однако ученые из Новосибирска смогли решить эту проблему и поставить производство на поток. Но даже с большим объемом производства не уходит следующая проблема. В процессе производства вместе получаются как полупроводниковые, так и металлические нанотрубки, которые необходимо сепарировать. Долгое время для разделения нанотрубок применялся гель полисахаридов, который до этого успешно применялся для разделения белков. Однако в виду высокой стоимости этот метод тоже нельзя было назвать слишком успешным для промышленного производства. Ученые Казанского университета смогли разработать новый сорбирующий материал, который позволит уже в ближайшем будущем заменить дорогостоящий гель и существенно снизить коммерческую стоимость разделенных углеродных нанотрубок. Вот мы разработали совершенно новый материал, который можно использовать в колоночной хроматографии для того, чтобы эффективно разделять углеродные нанотрубки без, то есть вместо использования вот этого вот гелеобразных вот этих полисахаридов. И стоимость нашего вот этого материала, ну она будет как минимум в 10 раз, а может быть и в 50 раз более низкой, чем стоимость вот этого комического полисахарида. Получится ли новому веществу выйти за пределы лаборатории и активно применяться для разделения нанотрубок, покажет время. Александр Фирсов, Универньюз.